Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях заместитель и руководитель студии «Танц» и «Луна-данс» Сергей Горячев. Привет, Серёжа! Привет! Спасибо, что пришёл к нам в гости. В самом начале нового танцевального сезона, скажем так, набора в танцевальные группы, который идёт полным ходом. Может быть, ты расскажешь о тех направлениях, которые в вашей студии пользуются наибольшей популярностью в этом году? Можно же уже проанализировать? Ну, можно сказать однозначно, что пользуются популярностью все детские направления. То есть сейчас есть такой некий подъём демографический. Он наблюдается уже последние пару, наверное, лет детей возраста 6 лет и около того. Стало достаточно много, больше, чем, допустим, года 4 назад. И родители на волне популярности, в принципе, такой подъёма танцевальных каких-то вещей, ведут очень много детей, особо не задумываясь о направлениях. В первую очередь. То есть просто «Здравствуйте!» хочется отдать ребёнка танцевать. И потом уже начинается вот этот разговор с «А куда хочется?», «Чего больше хочется?». По направлениям у нас такая ситуация, что мы не гонимся за каким-то популярным направлением студии. Это как бы наша философия студии, да, что мы не стараемся набрать очень дикое количество людей, чтобы были полные группы. Мы стараемся набрать тех людей, которым действительно интересно развиваться в танце. И в основном у нас современные танцевальные направления. Танцевальные направления больше импровизационные. Ну, могу сказать, что, допустим, на уличные стили группа набирается достаточно быстро. На «Вог ко мне» народ тоже интересуется, идёт. И хотелось бы отметить, что и взрослые группы для сознательных уже людей, которые, может быть, без базы, с нуля приходят заниматься, тоже открыты. С ними сложнее или, наоборот, проще? И сложнее, и проще получается. То есть везде есть какие-то свои нюансы. Потому что взрослым легче, вероятно, что-то, вот в плане преподавания стиля какого-то, да, объяснить, что это такое, смысл самого танца, да. Потому что любой танец, любой уличный стиль импровизационный, он всё равно имеет какую-то свою историю, базу, некий посыл, да, то, что мы месседж называем. Очень много информации просто приходит с запада на английском языке. Мне очень бывает часто сложно перевести это в голове, да. Поэтому легче объяснить, как работать, да, что нужно получить в итоге. Но при этом взрослые менее пластичны в том плане, что больше комплексов уже накоплено, да, больше каких-то стереотипов вот этих мысленных конструкций сидит в человеке, что вот я не смогу, мне будет сложно, мне себя не перебороть, у меня никогда не получится. Ребёнок часто об этом не думает до определённого возраста. Возник ещё один вопрос, ты говорила о месседже, о посыле, который несёт каждое направление танца в себе. То есть танцевальные направления отличаются не только набором каких-то технических движений, но и смысловой нагрузкой. Вот хотелось бы обратиться чуть поближе, по углублению к ВОГу, которым занимаешься вплотную ты. И достигаешь определённого возраста. У меня как бы посыл ВОГа как танцевального стиля – это поиск красоты, наверное, в себе и вообще в окружении, и выражение этой красоты через себя. И ещё один момент – это принятие себя. У многих из нас там есть куча стереотипов по поводу своей внешности, по поводу голоса, движения, веса, лишнего чего-то ещё. ВОГа как раз позволяет человеку, танцуя это, выйти перед людьми с тем, что я вот такой. Я в таком виде прекрасен, и я себя полностью принимаю, я в себе уверен. Вот как бы такое исторически так сложилось с развитием как бы самого стиля. Это очень долгий разговор, не хочу сейчас в этом углубляться. Но получается, да, что есть как бы в ВОГе такой момент превосходства и возможное пренебрежение тем, что я вот такой замечательный, а вы немножечко всё-таки до меня не дотянули. Но я вот разговаривал, у меня уже, так скажем, сейчас, наверное, третье поколение занимается девчонок. И когда первое поколение моё от меня уходило, уезжало, там переезжали девчонки, получилось так, что они в один год уехали в разные города. Да? Был вот этот разговор, что да, люди меняются, начав заниматься ВОГом, появляется какая-то уверенность в себе, приятие себя, и, наверное, такой какой-то стержень мы всё-таки пытаемся в человеке сформировать. В нашем городе ожидается пара таких крупных событий в рамках ВОГа. Получается, поездив по балам и занимая в Европе, в частности, и в России, занимая разные места, ты решила организовывать балы в нашем городе. Я проводил несколько мероприятий тут на уровне Рязани. У нас не так много танцоров, да, поэтому сделать полноценное мероприятие в рамках только Рязани достаточно сложно. Поэтому это были какие-то маленькие вещи. Сейчас так получилось, что в Москве не будет одного из крупных событий, которое приблизительно в эти даты всегда проходило. И поэтому мы с московскими организаторами решили, что мы всё равно хотим что-то сделать, и решили это попробовать провести в Рязани. Плюс у нас всё-таки в этом году немножечко побольше уже народу в нашем рязанском ВОГ-комьюнити, которое мы так называем, да. Москва обещает нас поддержать, подъехать. Я думаю, что ребята из других городов тоже будут, как бы там пиаром и разговорами будем заниматься позже, сейчас после аноноса самого события. Но да, это будет достаточно крупное. Для Рязани это точно самое крупное в плане ВОГа, такого ещё не было. Я всё-таки думаю, что мы выдержим уровень для такого, для хорошего крупного российского бала. И в преддверии этого крупного бала пройдёт интенсив курс для желающих познать искусство танца ВОГа? Да, скажем так, это даже не то, что в преддверии бала, да, то есть бал зародился, идея уже после того, как мы решили курс. С курсом была история такая, что ко мне в течение года, там и в начале, особенно каждого сезона, часто обращаются люди, что хотят начать заниматься, что вот слышали, что есть такое направление. А так как нас не очень много, то занимаемся мы в смешанной группе. И, соответственно, есть девчонки, которые занимаются там три года и могут что-то уже достойное весьма показать, да, то есть мы с ними ездим там и по России, и вот начали за границу выезжать на какие-то балы. А есть девочки, которые пришли там на второе занятие, и для них скоординировать там какое-то движение, да, руку с ногами, ну, я так секрет раскрою, да, ты же была у меня на занятиях. Ты представляешь, что такое попасть в середине какой-то как бы сложной вещи, да, то есть когда ты стоишь и не понимаешь, откуда у тебя руки выросли. Вот. И мои ли это вообще руки? Поэтому, чтобы немножечко разделить этих людей, я не хочу делать только группу для начинающих, потому что это все-таки немножечко скучно, и скучно даже для тех, кто будет только в этой группе заниматься. Поэтому мы решили сделать двухмесячный такой интенсив, который вот в середине сентября начнется, и провести такие получаются сжатые, теоретически даже больше, наверное, занятия по всем аспектам. К тебе, в связи с тем, что танцы очень популярны в последние годы, открывается масса центров и студий, как человеку несведущему, немножко непонимающему, обезопасить себя от, скажем так, не совсем вога или не совсем джаз-фанга, как выбирать правильного преподавателя и правильную студию для занятий? Это такой больной немножечко вопрос, потому что мы постоянно с танцорами и с людьми, которые держат студию в других городах, обсуждаем. Очень много сейчас людей, которые стараются на этом просто заработать. Именно. Есть студии, которые 50 на 50. Студии, которые чисто ради идеи работают, не выживают. Это понятный вопрос. Мы тоже стараемся какие-то коммерческие направления поддерживать, чтобы что-то было. Но самая большая беда, наверное, с этими студиями, то, что в погоне за массовостью, за наполнением численным, за количеством клиентов, очень мало находится людей, которые действительно могут чему-то научить преподавателей. Потому что на ведении групп ставятся люди, которые посмотрели пару видео на Ютубе, решили, о, клёво, я так, ну, наверное, как-то так могу. Соответственно, чему он может научить такой человек? Научить он может ничему. Я напомню нашим телезрителям о том, что прийти на занятия по Волгу, джаз-фанку и другим направлениям можно в муниципальный культурный центр, где и располагается студия «Луна-Дан». Спасибо, Серёжа, что пришёл к нам в гости. Пожалуйста. Увидимся ещё. Очень приятно. Мы прощаемся с вами до следующих эфиров. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова